Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте воле душе, слушайте, думайте, пишите. Здравия всем, всем прежде всего старым зрителям, всем подписчикам, всем даже новым подписчикам, а также, конечно, рады мы здесь видеть у себя новых возможных друзей, новых подписчиков. Сегодня будет ролик, в котором мы подведем, так сказать, некоторые выводы, как же все-таки в окончательном виде выглядит наш несчастный мир. Разберемся, почему СССР все-таки с прямым доказательством того, что СССР был создан, ну, хотя бы формально на бумаге, только после 1928 года. Ну, и то это было номинально, то есть он, СССР больше существовал за пределами страны, нежели внутри. Ну, все по порядку, в принципе, вся липовая история создания СССР на канале есть. Только здесь мы сделаем, так сказать, один основополагающий, один из основных таких выводов, которые необходимы. Начну я с письма Михаила, давнего друга и помощника моего творчества, который пишет. Доброго времени суток, Марат. Рад встречи. Благодарю за ролики по отборку фотографий. Он проживает в Израиле. Я и не знал, что Иран атаковал Израиль. То есть, проживая в Израиле, он не знал, что Иран атаковал Израиль. Сейчас только прочитал. Все иранские беспилотники и баллистические ракеты были перехвачены с системой железный купол. Громкий смех. Главный инженер-разработчик этой системы уже много лет назад заявил, что система железный купол не работает вообще. Даже перестали устанавливать электронику на эти ракеты, чтобы было подешевле. А всем под ТВ рассказывают, как железных купол их спасает. Ничего нового. Подводит он итог. Ну, я давно говорил, что тут принято просто решение такое. Не знаю, как они его собираются выполнять. Но они собираются, то есть, Израиль ликвидировать. Израильтян всех переселить на территорию нынешней Украины. Как они это будут выполнять, пока неизвестно. Но пока что они добиваются того, чтобы те добровольно пока туда уезжали. Вот подписчица Альбина пишет. Полностью согласна, что мы изначально жили и живем в колонии. Причем не просто в колонии, а с умалишенными. Нам отделили территорию напичковой ее полицией, термами, медицинскими учреждениями для опыта над населением. По наставе везде рамки, вышки. Сегодня готовят еду с мухами. Постоянные, вы знаете что, люд всем нравится, всем молчим, спрашивает она. Да коли, где свобода воли, свобода выбора, данная Творцом, каждому, кто считает себя человеком. Что ни шаг, то обман, ложь везде. Каждый должен стать мирным воином там, где живет. За свой род, за детей. Если она, он ее ощущает. С большой благодарностью и массой на лучших пожеланий к вам рад. Ну, я просто хочу сказать, что именно молчание, курят, ягнят, хомячков, позволяет им делать все, что угодно. Потому что мирный протест, он ничего никогда не решал, решать не будет. Я уже сто раз говорил всем протестунам, что против лома нет приема, кроме двух ломов. То есть ходить на митинги с плагатиками занятие очень выгодное тем, кто делает с вами то, что им хочется и то, что им нравится. Теперь же вот сейчас мы поговорим о самой нелепой сказке. Я уже эту сказку разобрал, мы здесь на канале очень плотно это все разобрали, но эта сказка упорно существует и никак не хочет исчезать из официальной истории. Называется это дурацкая сказка «История Китая». Если кто-то из вас близко общался с китайцами, наверное заметил, что поведение в большей части китайцев, за малым исключением, просто отвратительно само по себе. Малое исключение это те настоящие китайцы, о которых я говорил, которые живые, послушные, услужливые, настоящие и пророжденные от рождения слуги. Очень послушные, очень усердные, очень лояльные к своим хозяевам, исполнительно, легко обучаются и дрессируются до состояния идеальной прислуги. Что очень ценили те же русы, которые занимали весь север Китая, я уже об этом говорил, что Пекин это был русский город, французы и англы в Азии. Но сейчас расплодили из инкубаторов армию клонов. В основном это молодые мужчины, самцы, полуживотные, которые испражняются в общественных местах, выливают, помои, прямо на улице, везде, по всему миру, что в Пекине, что в Шанхае, что в Париже. Жрут любую дрянь, пьют все, что налито в любую бутылку в супермаркете. Громко, исключительно громко орут, не разговаривают, а орут. Плюют в любом месте, сморкаются в руку и так далее. То есть, еще, я уже говорил, отличительная черта их, что, например, в Германии они знают, вот, их словарный запас 200-300 слов на немецком языке. Во Франции их словесный запас 200-300 слов на французском языке. То есть, они не знают ни китайского языка, ни иероглифов не знают, ничего. Хотя, их история одна, одна и та же, я уже об этом говорил, что я обижалась Китая за демократию, за светом демократии, свободное общество. Я из Китая бежал, что я не знаю, кто мои родители, что я родился и вырос в интернате. И вот, будучи вот таким молодым, свободолюбивым, бежал. То есть, вот такая заученная информация, абсолютно одинаковая у всех. И они похожи, конечно, друг на друга очень сильно. На самом деле, до того, как СССР подарил эту территорию по прямому указанию Хаммера, назначили там управлять этой территорией Мао, Китай был прекрасным местом для жизни русов, казаков, португальцев, англов, немцев. Сегодня право те, кто говорит, что Китай бы был райским местом, если бы в нем не было китайцев. Это же недавно заселенные туда хунг-хузы. Я вам рассказывал уже о том, что такие хунг-хузы, как туда заселили. Что произошло в 1900 году. Как были ими, то есть рабами приказа, злобными и страшными своей жестокости, так этими хунг-хузами и остались. Вы никогда не можете верить им. Они всегда стараются вас обмануть по любому поводу и без повода. Работники, они просто отвратительные. То есть они будут работать как заводные, но их надо все время контролировать, ибо они не способны выполнить даже простейшую операцию, если надо проявить хотя бы минимальный проблеск ума. Один биргейский промышленник мне рассказывал, как на его фабрике в Китае у одного станка разладилась балансировка, и он начал гнать в брак. Следующий станочник нужен был нормально не брать детали, бракованные для сборки изделия. Так ее невозможно было нормально на место установить. Брак пошел. Но он тупо продолжал исполнять свою работу, не обращая внимания, что деталь, которую он получил от другого станка, она бракована. И так, таким образом, это по цепочке все пошло, и ему запороли 146 блоков, которые он производил, пока это не заметил работающий, старшим по смене ирланец. Ирланец, конечно, этот нормальный должен был заменить, но заметить это много раньше, сразу же, так как сигнал поступил у него на компьютер, в комнату, где он сидел, но он играл в своем рабочем кабинете в известные игры с одной молодой китаянкой, не забыв принять виски, как следует, и подкурить травки, как выяснил потом этот бельгийц. Китайские работники все делают кое-как, лишь бы отработать свой рабский долг перед высостоящим рабом, а тот, в свою очередь, перед еще более высостоящим и важным невольникам. Они не чистоплотны, могут спать, как животные, на полу, сам Леоня видел в ангарах. В ангарах просто промзоны, где спят и работают, там же они контрафакт делают, лупят полный ходом, и жрут, не имея никаких документов. Их никто не трогает, строжающим образом запрещено и трогает. Жандармерия даже близко к ним не подходит. Китай сегодня это классический пример формирования новой мировой религии, которая издыхает, еще не успел толком родиться. Новый идол глобального контроля, искусственный интеллект, не имеет никакого смысла сам по себе вообще. Существование искусственного интеллекта не имеет никакого смысла. Это бессмысленная вещь совершенно. И опирается на совершенно ложные базовые принципы религиозно-политической глобализации под эгидой организации всеобщего захоронения. Завершение формирования единой мировой религии, так называемое гендерное равенство для всех нормальных, ежегодно меняющих хвост, религных импотентов, то есть рабов для некого реального мирового правительства. Вера в своего колзоногого бога для избранных, не для всех. Приход этого бога рогата с большой помпой в виде всемирного шелла и голограмма над всеми крупными городами мира. Вы заметили, что отличительной чертой жителей постсоветского пространства сегодня стало совершенно невероятное хамство и моральная распущенность. Впереди можно поставить только жителей цветных кварталов США и Китай. Они перестали слышать, перестали верить, и перестали воспринимать что-то творческое. То, что не в пицце крайне примитивную школу ценностей. Вроде таких, как «что мне стоит литр водяры засосать?» И в пятизвездочном отеле все включено наторваться по полной. А все пиндосы, вместо пиндоса можно поставить белые или туземцы, или хачики, неважно. Или еще «все, кто не такие, как я, это козлы вонючие». Все, как всегда, просто и понятно. Вот замечательный комментарий от Алекса из Ставны У на платном канале. «Здравствуйте, Мара. Слушай, ролик вспомнили в школьные годы. У меня сейчас 35. И два весьма неприятных момента. Вкратце их обозначу. Первый. Заходит директриса. Вместе с 7 встать, разумеется. Обой взглядом класс. Это 7 или 8 примерно. Смотрите на меня и говорит, мол, какой-нибудь подавающий вид у меня. Пусть он заправит рубашку в штаны. Рубашка и штаны у меня были такие. Расхлюстанные. То есть заправить одно в другое, ну, совсем трудно очень было. Вспомнил еще раз о раздельном образовании, о спитании мальчика и девочек, о котором вы говорили в одном из роликов. Второй. Врачиха проверяет яички у мальчика в школе. Это, может, 5-7 класс. Психологически это как минимум неприятно, хотя осознается не сразу. Магомедов Казанских в таких школах не появится так точно. Да и вообще вспоминаю ваше слово про то, что нет настоящих мужчин. Признаюсь, когда я его слышал, ноги у меня стали ватные, когда я слушал тот ролик, где это было сказано. А я его слушал во время прогулки. Поэтому психосоматическую реакцию ощутил сполна. Ведь осознание сказанного возымело свой эффект. Ну и вот сейчас Украина, Киев наблюдают коллег, друзей, знакомых, себя, конечно же. Кто-то реально сыт и ужас, как быстро и эффективно этот страх распространяется. Из-за вшивых мобилиционных законов, прячась при этом за отшучивание и напускной пофигизм. Кто-то до сих пор говорит «Пам президент» и верит в крылатые ракеты. Кто-то уже так глубоко в системе и ее алгоритмах, что даже не замечает этого. Это уже ходячий шаблон, распространяющий пропаганду. Ватничество, дезинформацию, страх и ненависть, ложь, дискредитацию идей, идущих в развед с мнением партии. Мне не партия слов берутся, кавычки. Напоследок, вот такая недавняя история со мной произошла. Пишет он. Я работаю грузчиком на доставке, то есть в машине 5 тонн стройматериала, и мы его везем и выгружаем клиентам на одном из адресов. Уже после выгрузки мы выезжаем. И тут нас небрежно, линьевым жестом тормозит зондеркоманда, как я их называю. Это скандально известная ТЦК, плюс полицаи, а ныне ничего в связке промышляют. То есть те, кто набирает на самоубийство гладиаторов насильно, и полиция, которая этих прикрывает. Потому что все это незаконно. Незаконно, потому что самого закона не существует, правительства нет. Я уже устал объяснять, что ни в одном государстве мира нет никакого правительства. Просто есть бандгруппы, которые всем внушают, что они правительство. Цель первых – выписать повесточку. Как известно, цели и мотивация вторых в таком раскладе мне признаюсь неизвестны. То есть зачем это нужно полиции, он не знает. Короче, после 10-минутной перепалки, в результате которой мы остались ни с чем, а полицай на вопрос о причине остановки с трудом выдавил, мол, мы не пристегнуты, и тут же скрылся, передав эстафетную палочку ТЦК Ашнику, который был спущен с небес на землю 17-й статьей ихней Конституции. Мы поехали дальше, в который раз убедившись, но во всяком случае, что я убедился, что мы живем в аду, а ложь правит миром. Это он, то что цитирует, то что я под каждым роликом мне написано, что мы живем в аду, в реальном аду мы живем. То есть не надо ждать, когда наступит конец света, он наступил в 1855-м году. И мы все время живем в аду, поколение за поколением. А все все ждут, когда же этот конец света наступит. Ну, дальше он пишет, всем здравия, сил и удачи, несмотря ни на что. Я безмерно счастлив, друзья, когда вижу комментарии от по-настоящему душой и воли наделенных подписчиков, зрителей, комментаторов. Ведь против нас идет очень жесткая и кровавая война, на самом деле. Против всех душой наделенных, всех, кому горит искра создателя, идет война. Надо понимать, что мы находимся на войне. Война идет жесткая и кровавая. Они очень хотят довести ее до полной победы над нами. До полной победы над разумом и истиной. И утвердят в свое глобальное государство лжи и мерзости. На кой срок? Да они сами ничего не понимают. Вы спрашиваете, как они? Они ничего реально не понимают. Они уже не соображают. Энергетика у них истощилась. Сил у них никаких нет. Поэтому все их швабы, эти прочие, они все... Это цепные собачки у них были, которые сейчас бегают и лают, бегают и лают. Сами не понимают, зачем лают, чего добиваются. Новые цели никто не ставит. Ошибки никто не исправляет. Плана никакого нет. Полный хаос везде. Разброт и шатание. Нет никакого резона искать в их поступках и заявлениях хоть крупицу какого-либо здравого смысла. Ложь правит миром. Это значит, что вот он перед вами тот самый сатана, который отец лжи. И сам, сатана, как мы знаем, сам тоже есть только ложь. Вот письмо от настоящего человека по имени Андрей. Живу в городе. Заводы позакрыты. Работа только по вахтам. Большинство предприятий зарегистрировано в Москве. Читай в США. Школы стали юридическими лицами. Диктора школ стали предпринимателями, оказывающими услуги. Если кто не знает, я вам скажу, что все школы, все учебные заведения на территории России или на территории Украины, да где угодно, они не имеют никакого сегодня государственного статуса. Они коммерческие предприятия, зарегистрированные через московские системы или через международные системы, зарегистрированные в некоторых штатах или в Лондоне. А дикториал школы – это предприниматели, оказывающие вам услуги. Вместо контрольных работ проводятся ВПР и ГУ, которые распечатаются на бланках с рамочками для ответов. Вы тоже это все знаете. Все это отправляется на проверку компьютерам. Скоро учителя будут совсем уже не нужны. Останется один директор. Я вам скажу, что сегодня, вот находясь здесь в Швеции, могу четко вам сказать, что учителя прекратили свою деятельность, как учителя в Швеции. Во-первых, в Швеции не учат детей писать. Совсем не учат, правописания нет. Писать не учат. Они не умеют пользоваться ни карандашом написать, ни ручкой. Современные шведские дети. Они могут только тыкать пальчиком на буковки, нарисованные на планшете. Шведцы во всех классах выдают бесплатно детям на год учебный планшет, которым он может пальчиком, тыкая, написать что-то, заполнить эту самую форму, ответить на тест и так далее. Наказывать учеников запрещено. Ставить оценки им нельзя фактически. То есть, получается такая система, что непонятно, зачем дети в школу ходят, непонятно, что они там учат. Причем, основной упор делается все время на пропаганду цветных движений, вы знаете, да, где однополая любовь, на пропаганду того же самого этого изменения раз в год своего пола по желанию. На пропаганду хирургического вмешательства в свое тело, с целью смены пола и так далее, и так далее. То есть, основная пропаганда идет на какие-то события совершенно отключенные. То есть, готовится стадо, не умеющее... Отключи завтра систему у них электронную, им. Вот, не работает у них телефон и не работает планшет. И они стоят, открыв рот, и не знают, что им дальше делать и как им жить. То есть, если то поколение, которое было до этого в Швеции, они умеют все, в каждом доме почти есть там висаки, инструменты, в каждом доме есть фактически своя мастерская, и шведы очень любят. Вся Швеция, например, забита этими автомобилями, из США, вывезенными раритетными, которые в 60-50-х годах. Они любят в них копаться, ковыряться, разбирать двигатель, собирать двигатель. В общем-то, вести огромные работы. Вот, раскидают там коленвал, все. И сидят, и ковыряются, получают это удовольствие. То сегодняшнее поколение не умеет уже ничего, которые вот молодые выросли, их всех загнали в город. Вот у меня вопрос простой. Вот земля. Вот в России сейчас 99% земли никем не освоено. Огромное. Вот по дорогам люди вот показывают, которые занимаются там рыбалкой, охотой. Они едут 100-150 километров. Брошено, 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 брошено. Только зарастающие бурьяном заброшенные поселки, города и так далее. Военные городки. Я рассказывал, как почти 6 миллионов людей уничтожили в военных городках в 90-м, 91-м году. Которые никогда уже невозможно будет не воскресить ничего. Вместе с семьями всех офицеров кадровых уничтожили в 89-м, 90-м годах. У меня есть ролик здесь. Можете пойти и посмотреть. Ну так вот. Как говорится, есть земля пустая. Есть огромное количество вполне себе в прекрасном состоянии домов. Есть плодородная земля, есть все. Но люди скучились. Человек живет на 20-м, на 30-м этаже, на 9-м этаже, на 6-м этаже. И его палкой с этого этажа в нормальную жизнь не выгонишь никак. Он не хочет нормальной жизни. Ему она не нужна совершенно. Он забрался на свой этаж. Он очень счастлив. Молодежь побежала вся в город. Что в городе они делают? Ничего. Они обезличенные все. Они даже на свидание приходят друг к другу со смартфонами, сидят, уткнувшись в смартфон. Когда учителя не приходят на урок, то ставят аудиокнигу, ученики сидят по часу или по два, пишет он, делая вид, что слушают и внимают. Здесь то же самое. Учитель не приходит на урок. Они им включают там какую-то аудиокнигу или какой-то аудиоурок, и они сидят. Люди после такого обучения ни на что уже не годятся. Кроме скотского, рабского существования, пишет он. На входе в школу в нашем городе, везде, в каждой школе стоит турникет с металлоискателем. Родители не пускают. Дети отобраны у живых родителей. Немногие понимают, что уже мы не родители, а представители по закону. Представляем интересы несовершеннолетнего. Он сейчас так и пишет, что это не родители, а представители, которые опекают несовершеннолетнего. Кому принадлежит этот несовершеннолетний, никто не разъясняет. То же самое сейчас и в России. Одинаково. Они только воюют с Западом. Но на самом деле система та же самая. Абсолютно в один в один. Далее он пишет. Что соглашаются все на всякие манипуляции, ставя свою подпись. А реально наши дети уже являются детьми папы римского и английской королевы. Так составлены документы. Тут, друзья, надо найти, постараться понять четко, что никто, кроме вас, на самом деле реально за ваши детей ответственности не несет. Если есть семья, есть нормальная мама, нормальная папа, есть дети, никто, кроме вас, за них ответственности не несет. И никто не имеет права ничего с вашим ребенком сделать без вашего согласия. Это ваш выбор, принимать их условия игры или нет. Это от вас и только от вас зависит, что творится в школе, куда ходят ваши дети. Поиск виновных в администрации или в лице директора школы – это совершенно тупиковый путь. Им от вас именно этого и надо, чтобы вы ходили к ним на поклон. Терпение, глупость и мерзкая покорность нужны. А также полное нежелание взять ответственность на себя. Люди не хотят брать ответственность не то, что за детей, они за себя не хотят брать ответственность, перекладывая ее на плечи несуществующего государства. Государства нет, но они не хотят ответственность брать. Говорят, там вот наверху есть, им беднее, пусть делают. Все это уже привело к тому, что выросло огромное поколение, уже третье, наверное, поколение молодых родителей, которые уже совсем ничего понять не могут, ибо самосознание, самоконтроль, самокритика и логика у них полностью отсутствуют. Вот до какого маразма дошла вся Европа, не только шведы. Вот я вам просто сейчас покажу, до какого маразма дошла ситуация. Это официально, абсолютно официальная информация. Изо всех шведских, так сказать, телеканалов. У них информация очень странная, потому что у них огромная задница в Национальном банке, который потерял там совершенно безумные деньги. Но об этом никто не говорит. Зато пишут, что десантный полк Эльфсборга страдает от гусей. Да-да, вы не ослышите, от гусей. И не может нести, внимание, нормальную боевую учебу и деятельность свою выполнять. Так как, внимание, гуси гадят, где попало. Я же подчеркиваю. Гуси гадят, где попало. Полк полностью прекратил свою работу десантной. И оставляют на территории гарнизона значительное количество экстрементов. Думайтесь в ужас происходящего. Бедные десантники стоят и смотрят, как гуси обсирают их территорию. Командование десантников, оно же командование есть, они же не могут так спустить. Они, значит, что делают? Гуси гадят, жалуются, они не принимают какие-либо меры, они жалуются, потому что надо же доложить вверх, что гуси создают серьезные проблемы для военных, поскольку личный состав, дальше, пожалуйста, не надо сильно смеяться, можно сильно очень засмеяться, будут проблемы со здоровьем. Гуси создают, еще раз повторяю, серьезные проблемы для военных, поскольку личный состав десантного полка, крутые парни, рискуют, вот их здоровью страшный вред может произойти, они рискуют проглотить птичьи фекалии во время физических упражнений. На дворе, на траве, не знаю, где они там занимаются физическими упражнениями, вообще, физическими упражнениями вообще занимаются на специально подготовленных, для этого учебных площадках. Птичий помет мешает проведению церемоний, то есть они не могут маршировать, потому что есть риск. Газоны от него становятся и дорожки настолько скользкими, что военные десантники, не дай бог, могут упасть и коленочку ударить. Будет бобо. Дальше продолжать смысла никакого нет. Как вы понимаете, установить чучело с трещоткой, чтобы все гуси убрались, это занятие на полчаса для любого человека, у которого что-то есть в голове. Весь интернет забит историческими роликами о том, что доллары вот-вот рухнет. Вас все, наверное, страшают. Я уже не скажу, сколько лет страшают, что доллары вот-вот рухнет. США в этом году, в 2024-м перестанут существовать, а СССР возродится, ЕС распадется, и евро исчезнет, а СССР возродится. Интересно, что этих кретинов, которые все это говорят, продолжают слушать огромная масса подписчиков. И пишут они этим своим, вот этим блогерам с миллионами подписками восторженные комментарии. Вот человек пишет, рухнет США, им куча восторженных. Да, 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 непременно рухнет. Ответить на простой вопрос, который я давно уже тут осветил и сказал, что как могут исчезнуть США, если это липое государство полностью прекратило свое существование, даже условное, потому что существование было условное тоже. Потому что у государства нет своих денег, у США нет своих денег. Нет денег своих, нет армии своей, все силовые структуры США не подчиняются ни президенту, ни Конгрессу, ничего. То есть есть там у него это укловно, очередное укловно, которое изображает президента, есть чемоданчик. На самом деле ничего нет. Они прекратили свое существование условное в сентябре 2001 года полностью. Я же говорил, что Белый дом полностью стоит пустой. Только уборщицы приходят уборку сделать. Там приходит газончик постричь. Все съемки ведутся на телевидении, на студиях в Голливуде. Конгресс не работает, ООН не работает, никого там нет. Бред полный. Как может распасться ЕС, если это добровольная ассоциация, я уже об этом говорил. Это добровольная ассоциация, созданная формально, чисто, без всяких юридических основ. Нету ни закона, ни конституции, ничего нет. Есть ассоциация, вы понимаете? Как может рухнуть доллар, если он никакого отношения к США вообще не имеет? И является собственностью частной компанией, принадлежащей на 89, уже раз 20, наверное, так говорил, и 0,9% Гольштейна, Романову, Николаю II, а остальные 11,01% принадлежат в семье китайского императора и его прямого вассала. Вот они печатают доллар. Тут на канале все это есть, очень подробно, но люди продолжают бегать и слушать, просто невероятный бред. Вот как я сказал, что доллар рухнет, США исчезнет, ЕС распадется. Вроде, вот недавно слышу, там говорят, ой, там тот-то и тот-то сказал, что вот, там, и начинается впечатление блогера, которые это сказали, что приедет дядюшка Ци из Китая к прекрасной белой Эммануэль Макроновне в Елисейский дворец, и там они будут лечить свою сильную головную боль подручными средствами за счет французских налогоплательщиков. Это же просто невероятная наглая ложь этих болтунов-блогеров. Либо их неизлечимый идиотизм. Ну, ведь невозможно, не будучи идиотом, будучи, так сказать, таким просвещенным блогером, верить, что дядюшка Ци, или прекрасная белая Эммануэль Макроновна, или там Шваб, или этот самый Штольц, они что-либо где-то решают, или Байбай Америка что-то решает. Это же просто марионетки, клоуны, которые вообще ничего не решают. Хотите знать, какая страна сегодня у меня стала в рейтинге абсолютных индиотов за последнее время? Могу сказать, это Финляндия. Свихнулся окончательно, и навсегда финны решили снять фильм о своем национальном герое, маршале Карле Густе Маннергейме. И в этом фильме главную роль играет актер Талли Савалас Отеэнс из Кении. Я думаю, что, скорее всего, этот фильм, если снят в Кении, то это непонятно, потому что там бюджет совершенно мизерный какой-то. Причем все другие актеры тоже кенийцы, и никакой исторической достоверности, естественно, в фильме этом нет. Помимо этого, в съемках фильма приняли активное участие технические работники, там всякие вроде операторов из Эстонии, наверное, решили на халяву в Кению сгонять. Почему я сказал, что они попали в такой рейтинг? Да потому что все финны, я всегда поражался, насколько они далеко от ипочтенных коллег гордились своим великим маршалом. Как они могут терпеть вот то, что я сказал только что? Решение все принимают в средства массовой информации. Вот СМИ США намерены на этой неделе принять решение о новых классификациях национальности своих жителей, которые будут применяться, начиная со следующего года. Для чего по этому поводу проводят три виртуальных заседания СМИ? Я уже много раз говорю, что управление всеми так называемыми странами сегодня реально осуществляется только через средства массовой информации, не через что большее. По мнению Ассоцией-эспресс, подлые консерваторы за нами ставят под сомнение сам процесс. Заявляю, что сама постановка вопрос о том, что американцам нужно большее количество этнических категорий, только усилит балканизацию страны. Интересно, что американцы, разорвавшие на куски некоторую абсолютно мирную и процветающую Югославию, где сегодня кипит котел из национальной ненависти религиозных конфликтов, умело подпитываемых путем, по мелкому их кормят и много денег не дают кормежке так называемых национальных элит этих стран, которые там образовались, из Брюсселя и банков США. Вообще, американцы даже плохо представляют, где находилась Югославия на другой стороне света. Теперь любое дробление на части называют в Америке балканизацией. Впрочем, это, конечно, очень специальные американцы. А вот Россия вроде как бы ни при чем, хотя сегодня играет ту же роль, что и Сербия для всех больших республик СССР. То есть сегодня Россия, я уже как-то в одном из роликов сказал, что это, так сказать, большая Сербия. Просто масштабы иные, а СССР те же самые. Когда бомбили Белград, уже все было ясно, что на очереди стоит Москва, Киев и другие города на европейской бывшей Российской империи территории. Впрочем, население на своих же ошибках давно и никогда вообще на своих трагедиях не учатся. Вообще не хотят никакие уроки. Вот учиться не на чем. Вот ко всем простой такой вопрос. Если СССР существовал с 1922 года, то как вы можете объяснить, что Петроградский монетный двор, а потом московский с 27 августа 1923 года чеканил для всей страны 5 и 10-рублевые монеты царского образца с портретом Николая Второго. И на чеканил их, аж дух захватывает, так как общий тираж от чеканиной монеты в 1923-1924 году составил 2 751 200 штук. В том числе, как утверждали большевистские историки, это большевистские историки утверждают, там же был такой маленький тираж золотых червонцев советских, которые назвали «сеятель», потому что там стоит мужик, и зерно разбрасывает. Мне говорят, что этих «сеятелей» нашлёпали 100 тысяч экземпляров. На самом деле, как мне рассказали ещё в 80-е годы, этих «сеятелей» реальности было выпущено не более 5 тысяч штук. Многие считают, что не более 2 тысяч, точно неизвестно. Поэтому сегодня цена этого советского новодела, который в реальности на чеканил их в 1932, то есть его чеканили реально не в 1923-м, а в 1933-м году чеканили. На рынке нумизматики колеблется от 4 до 6 тысяч зелени за штуку. Тогда же в 1933-м году на чеканили серебряные монеты немножко с фальшивыми датами, которые тоже сейчас очень дорого стоят, около 15 тысяч штук. И специальные команды чекистов из финансового управления ГПУ развозили их и запускали в оборот в некоторых местах. Ну, делали то же самое, что делали жандармы при Александре Втором, Александре Третьем. Они ездили, разбрасывали там эти монеты на чеканину с портретами Екатерины, там теньга, деньга и всякую вот такую вот муть, которую печатали. Историю-то надо было подкрепить чем-то. Вот там где-то делали с холл, делали склады, разбрасывали, ходили по территории эти монеты, запускали их людям, там давали в деревнях, где-то в Сибири, еще где-то в оборот, там потихоньку. Вот, а что там крестьянин, он что понимает? Ну, написано там Екатерина Вторая, ему плевать. Рубль, он и есть рубль. То есть, вы понимаете, то есть, делали, печатали все. Книги печатали, уставы печатали, историю печатали, всякие карамзины старались в день и ночь. Ну, вот это вот, Червонец, это пример простой. Взяли, напечатали, наштамповали в 1933 году, сделали раритетом для нумизматов. Кто им мешал в 1923 печатать именно так? Если уж у них были деньги для того, золото было, 900-й пробы, чтобы печатать. Впрочем, мировая синагога этим занимается, вот, раз, изготовлением фальшивых денег, хоть талеров, хоть испанских дублонов, хоть римских сестерциев, все это, Ватикан занимается в этом плане тремя вещами. Первое, он всегда оплатил огромные деньги за старые скульптуры и изделия, особенно за книги в 19 веке. Ну, большая часть уничтожалась, потому что хранить столько невозможно было, а нельзя же показать реальную историю. А остальное пряталось. Цель вскрыть реальную историю. Второе, вот, у них, чеканились древние исторические монеты, создавались древние рукописи, картины, скульптуру, цель нощения миров подделками, имитирующие, например, монету Людовика XV. В Греции спешно строили, там явно видно, вот, когда на храм Греции идешь, там видно, что это строили эти храмы, там из бетона сделано. Вот, в другой из два взгляда, вот, храм Аполлона, там несколько этих рифленых колонн валяется с портиками сбитыми, и стоит три колонны, а верху перекрыть перемычка над ними бетонная, и основание бетонное. И рядом же видны следы работы, часто даже брошенные были. Я еще в 2001, а в 2002 четко это видел, там все, все новодел. Есть даже старые фотографии Афинского Крупа, или что там на самом деле был, там был храм обыкновенный, который, все храмы служили для определенных целей, здесь на канале все это и есть, и совсем не для религиозных. Людовика XV не было, в конечном итоге, а деньги мы имеем в своем портрете, но речь не об этом, а о том, что факт чеканки Николаевских червонцев, осуществлялся не советской властью, которая в реальности была нарисована только после убытия Лейва Бронштейна и установления сатрапии, под названием СССР, для князя Юсупа Федорикса Старшего, под кличкой электронным именем Сталин. В этот период начали создавать историю Ульярина, сначала он был Ульянин Николай, Ленин, и который только в 1931 году окончательно нарисовали, как Владимира Ильича. История его партии, которую до 1928 года партии Большойкова никто не подозревал, все описали кое-как. Но есть очевидный и бесспорный факт, который абсолютно доказывает единое управление миром, особенно политической истории, истории вообще. Потому что это все одновременно появляется во всех учебниках, все страны мира, начинают рассказывать про Ленина, про революцию, про большевиковую партию. То есть вот до этого ничего нет, а с 1933 года вообще вот все про вся школьная программа наполняется этим. В Швейцарии появляется информация о неком Ленине, жившем там и работавшем над грандиозными планами своими постановления диктатуры про альтериата. Дом есть по адресу Шпейли ГАЗ-14, привлекает туристов до сих пор, в первую очередь, конечно, российских туристов, поскольку в нем, говорят им, вот жил в 1916-1917 году, жил в вождь мирового пролетариата Ленин, снимая комнату на партийные деньги. Вот признайте себе, сколько туристов приезжает в Швейцарию? Тысячи и тысячи. Кто из владельцев дома, сдаваясь в какую-то комнату, кому-то там, будет помнить об этом человек, который там год якобы прожил? Вы спадите, спросите в любом агентстве, они 10 лет держат информацию максимум о тех жильцах, которым они сдавали жилье. А там доску вешают. Естественно, надо же было единую историю создавать. Мировой районат, он работает в этом плане давно усиленно. То есть, когда появляется новая информация в истории, ее надо, значит, подтвердить старыми фактами. Для этого ставится на какой-нибудь дом памятная доска на стене здания. И сам дом, говорят, старый, построен в 16 веке, что опять-таки, конечно, ложь. Заметим при этом, что лосиид, такой вождь Цюрихи, ждет, пока немецкая разведка не отправит его в Финляндию, а вам пломбированный вагоник с мешком золота в 3 миллиона марок. Заметь, что Финляндия в то время еще часть Российской империи. Но об этом бреде говорить даже не стоит. Первый экземпляр ленинской искры точно знаю, печатались в Москве только в 1934 году, который якобы издавалось за границей. Кто же может поверить в то, что некий, просто даже такого качества дряной бумаги, какую используют начали в 1934 году, нигде в мире не было. Бумага была настолько великолепна, у меня тут есть куча роликов по учебникам географии Франции, там бумага, сказка на сегодня за 100 лет с лишним учебнику цвет не потеряла. Потому что вся эта бумага делалась из технической конопли. Кто может реально поверить, что высадить мегомерок, проживая за границей, может в реальности поставить весь мир на уши? Заметим, что в то время нет никакого интернета, никаких коммуникаций, не радиостанций, никто никакой информации не передает, позвоните даже по телефону, это только, так сказать, очень богатые люди могли позвонить, например, из Парижа в Москву. Никто из больших, а про большевиков понятия не имел, ничего не слышал. История про Думу даже, вот стопроцентная ложь про Думу, которую избирали там первая Дума, первого созыва, второго, третьего созыва, это все полная ложь. И он создала вот эту историю про Думу и посадила там этих клоунов в жандармерии для подготовки липового отречения и передачи власти Керенскому, который просто как Горбачев имел одну задачу разворить страну, всю пирамиду власти и финансовое управление страной надо было ему разворить. И как и Мишка Меченый он тут же отбыл Лондон. Но людям, начитавшимся наивных глупостей в школьных учебниках истории очень трудно отказаться от дурацких картинок в их сознании. Типа этого карлика на броневике. Потом заметим, что история повторяется, драма повторяется, видит смешного фарса, выскакивает Эльцин, еще один предатель, на броневик тоже. Люди верят, что Николай это кровавый тиран. Правда, при нем существовал институт, при этом сам кровавый тиран в то время. Он не мог себе позволить того, что могли позволить потом. Он не мог позволить себе наплевать, потому что другие правила были поведения. ему для этого тоже обязательно надо было разрушить империю, потому что он давал гарантии совсем другие. И вот они сделали это и верят, что Николай это кровавый тиран. Хотя там есть суд присяжных, практически нет преступности как таковой. и вот говорят, что никто понять не может, что он и придумал всю эту гадость, чтобы разрушить быстро набирающую мощь и интеллектуальную волю русов, которые больше не хотели ни Толстых, ни Достоевских, не навязанной им глупой мировой истории. Именно своим отречением, которое во главу ставило задачу для полного уничтожения всех людей с образованием на территории Российской империи и для полного уничтожения казачества и разбала империи. Вот основная задача была. А в конечном итоге именно он являетесь владельцем ФРС и перебравшись в Лондон, став там Георгом Пятым, печатает те самые доллары, на которые все с иступлением молятся. И он сотворил нынешний тупейший мировой беспорядок и анархию. Не забывайте, что эта энергетическая сущность легко меняет оболочку. Никто не хочет думать совсем. Вот представьте себе, что в Германии в 1947 году какой бы индиот начал печатать деньги с портретом фюрера по кличке кукла Адольфик Болтливый. Представьте себе, а значит оказывается в 1923 этим году с портретом Николая Кровавого печатают червонцы полным ходом. 3 миллиона почти экземпляров нашлепали. Причем эти червонцы ходят по Европе по сей день везде принимаются. Причем никто никогда не спросит у вас, где вы взяли червонцы. Если вы придете например сдавать где-то во Франции эти червонцы поменять на нынешние евро, вам легко их поменяют по курсу, который сегодня есть, усталым для золота. Установлен им же для своих золотых червонцев. Меняют и они полным ходом везде ходят. Это не редкая монета, она не имеет никакой мазематической ценности. И там даты обычной 1911-1909 год. А вот представьте себе кто бы рискнул начать в 1947 году печатать деньги с портретом Адольфика. Или вот представьте себе что завтра Гарри Каспаров приедет в Москву, объявит себя русским рульцарером и свергнув крошку пулу, становится новый демократический рай. Залезет на броневик на финском вокзале, но сейчас это уже не финский совсем, и произнесет там речь. Так вот Каспаров сегодня, его очень много людей на территории России знают, он куда популярнее, известнее сегодня в мире, чем некие иудейские вожди большевики из синагоги. Если бы вы приехали скажем в Воронеж в 16 году, в 1916, и пришли бы там в гимназию или университет, и спросили бы у гимназистов, у преподавателей, у интеллигентов, кто такие Троцкий, Зиновьев, Каганович, Сверлова или Каменя, а тем более бы назвали их настоящие имена, они бы, наверное, предположили, что это, скорее всего, выговорить о каких-то разыскиваемых жандармерия и одесских жуликах. Но они о них никогда не слышали и слышат в первый раз от вас. Ничего не про какую партию, никакую газету «Искра». Я уважаю, в 1916 году в Воронеже ни один человек не знал. Ни в Омске не знал, ни в Красноярске не знал. Друзья, в конце маленькое отступление на первом канале я зачитываю главу за главой свою книгу и которая заслужила огромную вызвала последние две главы каждые четверг зачитываю. Огромный интерес вызвал тех, кто прослушал. Все выражают искреннюю благодарность за то, что я зачитываю 17 главу там прочитал. Три главы здесь находятся начальные, на этом канале. Но, видимо, эта книга интересна только узкому кругу подписчиков совсем. Еще хуже обстоит дело реально с финансовой поддержкой. Видимо, книга интересна еще раз говорю очень немногим тем, кто настоящий душой наделен. книга дает ответ на все вопросы, вы можете только себе задать. К тому же получается, что я просто трачу огромное количество времени, озвучив главу с заглавой, не получаю никакой поддержки в своем творчестве. За постоянной поддержки от 20-25 подписчиков еще 90 смогли подписаться на платный канал. Ну, я просто потом как-нибудь вам на днях скажу. Особая благодарность, конечно, есть нескольким подписчикам, которые имена всегда... Я публикую имена всех тех, кто показал поддержку, которые постоянно поддерживают. Если не было их, таких как Шута, то канал давно бы прекратил свое существование. Но мне приходится вам сейчас это говорить, так как решения в этом вопросе пока никакого нет. Ладно. На этом я этот ролик заканчиваю воскресный. Как всегда, он даже длинный получился. И как всегда, в конце немного поэзии. Друзья, то, что я сейчас прочту, это новое стихотворение. Но называется Криволапым на смерть. Слушайте внимательно. Криволапу судьбой косоглазый или слепый, проживая свой срок у параши тоски до конца, они меряют жизнь толщиной кошелька и нелепо. Детям лгут и себе тоже лгут, не меняя лица. Ни краснее ничуть могут красть и крадут ухмыляясь. И доносы писать, и божиться, напившись вина, им привычно давно. Жить до скотства свиней опускаясь и сношаться как скот, говоря, что гадюка сжена. И родить от козла так уж совсем уж пустяшное дело. И не знать, кто отец, ведь по пьяни кому-то дала. Так по пьяни она не хозяйка распутному телу, но как будто всю жизнь по помойкам с Китая сожила. Ну а он-то герой, когда первый с бутылкой посмотрит, и пошел бы на фронт, а сортир проблеваться пора. Что вы ждете от них? Человека от слов их оборотит, щедрена почитайте, сказка эта, увы, не стара. Кривола бродить в распродажах ища утешенья, а кнезгод ищеты вечным скотством больного ума небесам и кремлям посылать от убогих прошенья, говорят, что опять впереди ждет сумма и тюрьма. Город глупов весь мир своей вочной вечной числит, он живет и растет, пока есть подлецы и глупцы, пока только скотств и мечтает народ, но не мыслит, покупает их души за глупую зелень, купцы. Слушайте, думайте, пишите. Благодарю вас всех за внимание.